Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи Кузьмичев Алексей и в сегодняшнем видеоуроке мы с вами будем разбираться с одной очень важной проблемой, которая очень часто встречается, особенно у новичков. Это проблема потери цвета при сохранении ваших фотографий для интернета, либо же для других устройств. Очень часто бывает такое, что мы обрабатываем какой-то снимок в фотошопе. В фотошопе он смотрится очень хорошо, цвета сочные, но при сохранении и при добавлении фотографий в интернет мы смотрим на фотографию, видим, что цвета у нас исказились, поменялись в не лучшую сторону. И как раз, как этого избежать, я вам сегодня хочу рассказать. В первую очередь давайте разберемся, почему же так происходит. Это происходит из-за того, что у нас выставлены неправильные цветовые профили. В фотошопе мы используем один цветовой профиль. Для цифровых устройств и для интернета у нас используется другой цветовой профиль, который отображает нашу фотографию немножечко некорректно, не так, как мы ее видим, например, в фотошопе. Чтобы все было нормально, нам нужно перевести фотографию в фотошопе в тот профиль, который понимает большинство интернет-устройств. Данный профиль называется sRGB и сейчас мы с вами разберемся, как его установить и настроить в фотошопе, чтобы в дальнейшем у вас не было проблем. Итак, мы с вами открываем фотошоп и первое, что нам с вами необходимо сделать, это перейти во вкладочку редактирование и выбрать здесь пункт настройки цветов. У нас открывается вот такое вот окошко и здесь нам необходимо убедиться, что в пространстве RGB у нас установлен профиль sRGB, вот как вы видите у меня. Либо же вы можете просто здесь выбрать в верхнем выпадающем списке параметр универсальной настройки для Европы, третий, да, и у вас здесь все выставится автоматически. Также, если вы хотите, чтобы фотошоп при открытии фотографии и несоответствии профилей каждый раз вас спрашивал об этом, вы можете здесь указать галочки и уже при открытии ваших фотографий фотошоп будет автоматически предлагать вам преобразовать снимок в тот или иной профиль. У меня данные галочки не стоят, если вам это сделать необходимо, можете их здесь поставить. Вот, нажимаем здесь ОК в этом окошке и переходим дальше. Следующее, что нам необходимо сделать, это посмотреть сразу же, как наша фотография будет смотреться в интернете. Для этого у нас есть очень удобный инструмент в фотошопе, называется он цветопроба. Сейчас я покажу, как с ним работать. Мы переходим во вкладочку просмотр и первое, куда мы идем, это варианты цветопробы. Здесь нам надо убедиться, что у нас галочка стоит напротив пункта интернет стандарт RGB или sRGB сокращенно, как вы видите. Вот, ставим здесь галочку и после этого переходим в пункт ниже, который называется цветопроба. Как видите, здесь у нас есть быстрая комбинация Ctrl Y, можно использовать ее. Если я нажму сейчас данную комбинацию Ctrl Y, у меня, как видите, фотография меняется. И меняется далеко не в лучшую сторону, цвета становятся более блеклыми. Именно вот так сейчас фотография моя будет выглядеть в интернете, если я сохраню вот с таким профилем, который у меня сейчас. Если же я хочу сохранить ее в нормальном качестве, то необходимо цветовой профиль поменять. Давайте еще раз нажмем Ctrl Y и вернем цвет к исходному состоянию. Изменить в фотошопе профиль довольно легко, не вызывает никаких абсолютно проблем. Для этого мы с вами идем опять же в пункт редактирования и выбираем здесь пункт преобразовать в профиль. Нажимаем сюда. И, как видите, у нас здесь целевое пространство. Нам с вами необходимо указать sRGB. Из этого всего выпадающего списка именно нас интересует sRGB. Это очень важно. Мы нажимаем здесь ОК. И все. Фотография теперь перейдена в тот профиль, который будет прекрасно отображаться в интернете. Мы можем сейчас при помощи инструмента цветопроба опять посмотреть на все это. Для этого мы нажимаем Ctrl Y. И, как видите, у нас ничего не меняется. То есть я нажимаю раз и два. Фотография остается точно такой же, как и в фотошопе. Это очень хорошо. Значит, все будет у нас корректно отображаться и не возникнет никаких проблем. Также я вам настоятельно рекомендую пользоваться панелью «Инфо», чтобы вы могли сразу видеть, какой цветовой профиль у вас используется на фотографии. Для того, чтобы ее открыть, вы переходите в пункт «Окно» и находите здесь строчку «Инфо». Как видите, сокращенная комбинация F8. Нажимаете сюда. У меня она в данном случае выведена на панель быстрого доступа. И здесь вы можете сразу же видеть цветовой профиль вашей фотографии. Если вы его здесь не видите, то нажмите здесь на стрелочку, перейдите в параметры панели и укажите вот здесь галочкой «Профиль документа». Нажимаем здесь «Ок». И, как видите, вот sRGB указан наш профиль нашей фотографии. И таким образом, если вы будете открывать данную панельку, вы всегда будете знать, какой цветовой профиль используется на открытой вами фотографии, чтобы не ошибиться и чтобы по ошибке не сохранить фотографию не так, как нужно. Ну что ж, друзья, на этом все в данном видеоуроке. Я надеюсь, он был вам полезен. Большое спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok